В этом импровизированном приюте несколько десятков собак. Здесь и щенки, и взрослые особи. В основном все дворняги. Уже несколько лет подряд женщина приводит собак к себе домой. Говорит, что не может пройти мимо бездомных животных. Жалко потом смотреть, что они попадают под машины. Маленькие, бедные, несчастные, которые ещё ничего не умеют, попадают под машины. Их едят бомжи. Обратим на это внимание, да? Это ещё никто не исключал. Поэтому вот так случилось. Если не я, то кто? Любовь просила не снимать её и не указывать адрес домашнего питомника. Говорит, что боится за себя и животных. Вместе со свекровью она ежедневно кормит собственную стаю. Своих средств не хватает, поэтому нередко собаки голодают. Мне они не нужны в таком количестве. Но получается так, если не я, то кто? Вот спасибо Наташе Морозовой, что сейчас она принимает участие. И с продуктами помогает. И с пристройством собак. Понимаете? На улицу выбросить, они... Ну, это совершенно практически невозможно. Любовь пробовала договориться с городскими приютами для животных. Однако их расценки ей не по карману. Звонили в приюты. А приюты говорят, что 120 гривен за кровь, а 150 гривен за месяц. А просто даже все соседи не смогут собраться. Ну, куда их? Не убивать же. У нас и кота съели, и всё. Ну, а что с ними делать? Как бы вот просим, пожалуйста, помогите, как бы разоберите их немножко хотя бы, чтобы такого вот бедлама как бы не было. Соседи не в восторге от импровизированного приюта. Люди говорят, что устали от лая, а нестерпимый запах отравляет жизнь детям. Мало того, завести кота – тоже большая проблема. Лают собаки. Это голова квадратная. Окна детской комнаты выходят именно на ту сторону. Окно мы открыть не можем. Ни днём, ни вечером, ни проветрить мы не можем. Вот. Ребёнок уже с ума сходит от этого гавкотня, когда пойдёт, а то ветер подул, и запахи вы сами. Вы чувствовали запахи? Вот эти приятные запахи у нас во дворе, в детской, в доме. Кота нашего позавчера раздрали. У ребёнка на глазах. Эти собачки. Ребёнок видел это, кричал. О существовании такого приюта севастопольские волонтёры узнали случайно. Но что делать с таким количеством псов, пока не решили. Такое количество собак мы видим первый раз в городе Севастополь. Я такое видела только по каналу Animal Planet, когда люди собирают животных. Но проблема же растёт не от того, что человек ходит по городу, да, и их просто тащит в дом. Проблема состоит в том, что когда-то тут было пять собак её домашних, да, люди это видели и начинают подкидывать бездомных животных под дверь. Как правило, это домашние щенки, которые очинились непланово у домашней собаки. И люди не решают эту проблему, не стерилизуют свою собаку, не топят щенков, а считают, что вот так вот гумание просто в коробке подкинуть человеку, который по душе своей милосердной, да, их возьмёт. Городские ветеринарные службы решить проблему тоже пока не в состоянии. Там заняты адаптации работы к новому законодательству. Волонтёры просят людей, готовых оказать помощь в решении проблемы с домашним приютом, обращаться в благотворительный фонд.